Доброго времени суток, мои уважаемые зрители! С вами Деря Вася, и сегодня мы будем калибровать вот этот замечательный PH-метр. Что нам для этого понадобится? Нам понадобятся растворчики, которые я приобрел отдельно, но вообще не идут в комплекте. С этим PH-метром продавец или по невнимательности, либо решил похитрить, но не суть в этом. Ссылку на растворы оставлю также в описании, на того продавца, где купил. Но мы сейчас перейдем к тому, что нам еще понадобится. Нам понадобится дистиллированная водичка, которая будет нам нужна для приготовления растворов. И также емкости. И желательно еще что-нибудь мерное, либо колбу какую-то мерную, либо можете шприцом, но это будет куда дольше. Так что выбирайте сами, что вам будет удобнее и как будет лучше для вас. Итак, приступаем. Смотрите, нам надо отмерить две емкости, ты отмерил, по 250 миллилитров. Воспользовался таким замечательным мерным стаканчиком. А вы можете чем угодно. Вот видите, 250 миллилитров надо на пакетике написано для того, чтобы приготовить растворчик. Далее, этот растворчик должен быть, ну точнее не этот растворчик, а водичка должна быть 25 градусов. Сейчас мы проверим с помощью нашего ТДС-метра. Переключаем на температуру, окунаем и ждем, когда он покажет нам, сколько там. Нажимаем hold. Сейчас показываю. 25 градусов. То, что нам надо. Тут также, я уже перед видео проверил, все по 25 градусов. То есть, то, что нам надо. Опять, выключили. И давайте сейчас проверим. Я все это дело сместил вниз. Порошочек. Сейчас мы отрубаем. Показываю. Вот он. Добавляю. Сейчас все тщательно тут. Чтобы все вышло. Да, все вышло. Все отлично. Сейчас мы перемешаем все это дело. Чтобы у нас все было без остатка. Зачем две емкости, я вам чуть позднее покажу и расскажу. Для того, чтобы проверить, действительно ли у нас прибор все показывает без обмана. Действительно ли он настолько точен и можно ли ему доверять. Надо все тщательно, чтобы никаких крупиц, ничего не осталось. Иначе потом он будет врать. А зачем нам не точный прибор? Нам нужны только точные приборы, которые показывают точное значение. Все замешали. Все классно. Теперь нальем все это дело в отдельную емкость. Итак, друзья, по техническим причинам пришлось переснять концовку видео. Сейчас мы будем калибровать наш PH-метр. Включили TDS-метр. Поставили. Посмотрели, какая температура. Я перед этим, конечно же, проверил. Но сейчас показываю вам. 25 градусов. Это то, что надо нам. Выключили. И давайте наш PH-метр. Вот я его уже включил. Мы его вставляем. И смотрим. 7-0. Помним, что сзади есть отверстие, с помощью которого мы будем регулировать. Так, чтобы вам не закрывать тут все это пространство. И мне как-то надо с этой стороны приловчиться, чтобы было видно на видео, как будет происходить это все. Вот 6.80. А нам надо 6.86. Так как мы округляем в большую сторону, то, по идее, должно быть 6.9. Ай, много. Я буду добиваться. Тут такая нежная, чувствительная настроечка. 6.7. Давайте еще. 6.8. Вот. Как-то она тут вообще чуть-чуточку крутанешь. И все. Вот 6.9. 6.9. Все нормуль. Вообще. Все классно. И теперь мы можем измерять кислотность в своих аквариумах. Кстати, второй вот этот пакетик можно также развести в водичке 25 градусов. И когда вы опустите наш PH-метр, то показания у вас будет 4. Это будет говорить о том, что вы все правильно настроили свой PH-метр. Я пробовал и по двум настраивать, и по одному. У меня получалось всегда одинаково. Я обычно этот тросфор оставляю, так сказать, на будущее. Когда, например, у меня прибор PH-метр, думаю, что врет, я развожу этот порошочек и на нем уже тестирую, правильно ли показывает мой PH-метр. Тут также есть ряд советов, которые дают, что надо сюда и ватку вкладывать с растворчиком. В общем, советов много. Я скажу, каким я пользуюсь. Я обычно вот это все дело, вот сейчас, которое мокрое, я всегда его насухо вытираю. Все-все тщательно. Здесь также даю время стечь, чтобы он постоял. И PH-метр работает у меня всегда нормально. Вот таким образом происходит настройка, калибровка нашего PH-метра. Надеюсь, что данное видео вам было полезным, интересным. Узнали, как все-таки откалибровать наш приборчик. Кстати, вместо TDS-метра можете воспользоваться градусником. Просто мне нравится здесь то, что у него есть встроенный градусник. Это очень радует термометр. Поэтому, если кто еще не калибровал свой PH-метр, вперед делать калибровку. Далее можем измерять кислотность нашей водички. Ну все, друзья. Подписываемся на канал Дереваси. Комментируем данное видео, если что-то кому-то непонятно. Задаем вопросы. Также пишите, что еще интересно было бы вам узнать, услышать. И до новых встреч в новых видео. Пока-пока.